Турнир по футболу стартовал 18 июня. Сегодня на торжественное построение выстроились 12 сильнейших команд, определившиеся в районах по итогам первого этапа. Теперь юные футболисты сразятся за право выхода в третий тур, который пройдет в Белореченске. Представлять олимпийский город в крае желают все. Не меньше волнуется и тренерский состав, ведь на кону кубок губернатора. Это стимулирует детей, чтобы больше, серьезнее заниматься на тренировках. Чтобы, допустим, мы два года то вторые, то третьи в крае в финале занимались. Сейчас есть такая возможность, будем стараться, чтобы занять не только здесь, но и в крае бороться за первое место. В турнире принимают участие спортсмены от 10 до 15 лет. Всего около 200 футболистов. В роли защитника лазаревской команды Ника Куропаткина. Единственная девочка, которая принимает участие в этих соревнованиях. Не очень легко, потому что на тренировках всегда приходится, ну, как сказать, с мальчиками в паре не очень-то, так сказать, заниматься. Но я и за девочек тоже играю, за сборную Краснодарского края. Мы мечтаем победить, настроены на победу, чтобы поехать в Белореченск. Настрой на победу Лазаревцев говорит сам за себя. По итогам первого 15-минутного тайма они дважды распечатали ворота 4-й адверской школы. Еще два мяча были забиты противником во втором тайме, но один все-таки пропущен. В итоге за первое и второе места лазаревская команда сразилась с Хостинской, а третье и четвертое разыграли Сочи и Адлер. Игра юных футболистов практически не отличалась от матча профессионалов. А это говорит о том, что в городе, который будет принимать чемпионат мира по футболу, этот вид спорта стал активно развиваться. В городе Сочи уже создана муниципальная школа, именно культивирующая футбол, где собраны все детские команды, тренеры, которые развивают этот спорт уже, скажем так, высшего мастерства. И, естественно, очень много команд и тренеров, которые работают самостоятельно, клубная система, и их все больше и больше. Подобные турниры проводятся не только в целях развития массового футбола в край, но и организации досуга подростков в период летних каникул. А полученные грамоты, медали и кубки – отличная мотивация юных футболистов к получению высших наград. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.